Здравствуйте! В эфире новости Альметьевска. В студии Эдуард Прокопьев. Смотрите сегодня. Два миллиарда для бизнесменов Татарстана в лизинг-программе смогут принять участие и предприниматели Альметьевска. Впервые лизинг представляет покупку оборудования под 6% годовых. Все по правилам, что можно и чего нельзя велосипедистам и пешеходам. Пересекать проезжую часть, двигаясь по велосипедной дорожке, велосипедисту необходимо спешиться. В 12 лет она чемпионка республики. Юные охотники на лиз вернулись с соревнований. Нужна хорошая подготовка, хороший слух на охоте на лиз. Получить ответы на все вопросы. Коворкинг-центр «Территория роста» вновь собрал предпринимателей. На этот раз бизнесмены встретились с руководителями надзорных служб города, чтобы лицом к лицу обсудить спорные вопросы. Артур Валиулин занимается онлайн-мониторингом транспорта. Бизнес непростой. Практически ежедневно приходится решать вопросы, связанные не только с партнерами, но и различными надзорными органами. На эту встречу он пришел, чтобы получить консультацию по налогам. Соответственно, была предложена схема работать через онлайн-кабинет. Действительно, этим не были знакомы. Сейчас знаем. Это действительно хороший диалог между бизнесом и структурами нашими государствами. Они нужны для того, чтобы было понимание вообще, как работать и с кем как взаимодействовать. Более свободная обстановка коворкинг-центра располагает к диалогу, считают организаторы. Помимо налоговой службы, на встрече представители прокуратуры, Роспотребнадзора, Департамента экологии, а также специалисты из полкома района. Вопросы, начиная от административных комиссий, продолжая вопросами перевода жилого-нежилого, очень много земельных вопросов, которые интересуют проверки контроля надзорных органов. Вопросов достаточно широкий спектр, который необходимо будет решать, отрабатывать вместе. Здесь же предприниматели могут обсудить вопросы партнерства, а также получить полную информацию о действующих программах поддержки малого и среднего бизнеса. Одна из них – лизинг-оборудование. Она уникальна в своем роде. Впервые лизинг представляет покупку оборудования под 6% годовых. Процентная ставка и 8% годовых – это если при покупке иностранного оборудования. По этой программе на республику выделено 2 миллиарда рублей, но есть некоторые условия. Бизнес должен существовать не менее года и не иметь долгов перед налоговой и банками. Кроме того, среднесписочная численность сотрудников не должна превышать 100 человек. А величина доходов должна быть не больше 800 миллионов в год. По всем вопросам регистрации можно обратиться в сектор по развитию малого и среднего предпринимательства по телефону 37 08 04. Посетители каворкинг-центра имеют возможность не только решить текущие вопросы, но и получить новые задания. Для этого в республике начнет работа обучающий модуль «Бизнес-класс». Находясь дома или здесь, в каворкинг-центре, онлайн обучение можно будет пройти совершенно бесплатно. Спикерами выступят известные бизнес-тренеры. Будут созданы отдельные курсы как для новичков, так и для более опытных предпринимателей. Все подробности на сайте businessclass.pro. Жительница Альметьевска вышла на пикет с требованием к Татфондбанку вернуть ей деньги. По ее словам, банк задолжал ей полтора миллиона рублей. Вот уже несколько месяцев женщины пытаются получить свои сбережения, но пока безуспешно. Подробности выяснял наш корреспондент. В сентябре прошлого года по совету сотрудников банка женщина переоформила вклад в инвестиционную компанию ТФБ «Финанс». Тогда о крахе еще никто не подозревал. Теперь же выяснилось, что ее деньги не были застрахованы. Эти деньги нам сказали как вклад операционисты Татфондбанка. Но оказалось, это не вклад, а какие-то ценные бумаги. Нас ввели в заблуждение. Таких обманутых людей очень много нас. Тысячу восемьсот. Мы с декабря месяца уже и в Казани митинги устраиваем, пикуем вот так. Теперь запрет в Казани. Поэтому мы каждым в своих городах пикеты устраиваем. Мы судимся в Казани, в Ахитовском суде. На пикет собрались и другие обманутые вкладчики. Я тоже вкладчик Татфондбанка с 2010 года где-то. Нас тоже ввели в заблуждение, ничего не объяснили, переоформили. Сказали, вот у нас появился новый вклад под более большой процент. Я говорю, ну а как он все? Да, у нас все вклады застрахованы. Если что, вы все равно ничего не потеряете. Теперь мужчина тщетно пытается вернуть более миллиона рублей. Обращались в полицию, суд, прокуратуру. Но результатов нет. Разводят руками вкладчики. В городской прокуратуре съемочной группе подтвердили, обращения от граждан действительно были. И они не оставлены без внимания. В этой связи Альметьевской городской прокуратурой в защиту интересов вкладчиков, банку и инвестиционной компании предъявлены четыре иска в Ахитовский районный суд города Казани о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности. На сегодняшний день два из которых уже удовлетворены. То есть факт обмана со стороны сотрудников банка был признан в суде. В одном из удовлетворенных исковых заявлений истории аналогично описанным выше. 77-летний житель Альметьевска внес вклад в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Напомним, что в соответствии с федеральным законом банк обязан застраховать вклады физических лиц, то есть уплачивать взносы фонда обязательного страхования вкладов. Но в данном случае банк, воспользовавшись юридической безграмотностью гражданина, заключил договор с ним на других условиях, не предупредив о возможных финансовых рисках. Это же касается и инвестиционной компании ТФБ «Финанс», которая также воспользовалась доверчивостью своего клиента. По исковому заявлению Альметьевской городской прокуратуры, Вахитовский районный суд города Казани признал заключенную сделку недействительной и обязал ТФБ выплатить вкладчику полную сумму. Остальные иски еще ждут своего рассмотрения. Водоемы Альметьевского района запустят 3 тонны рыбы. Новоселы Молодькарпа, Толстолобика и Белого Амура уже несколько дней обживают пруды в шести сельских поселениях. На днях рыба появилась еще в пяти. Эти породы – настоящие санитары для водоемов. Они поедают водоросли и сохраняют воду чистой. Съемочная группа телекомпании «Альметьевск ТВ» побывала на зарыблении пруда в Менебаево и увидела реакцию местных жителей. Одно из любимых занятий 80-летнего Алмаза Рахимова – рыбалка. Здесь в Менебаево он считается самым заядлым рыбаком, но его максимальный улов небольшой – 3 килограмма. Попадался тут этот карас, карп, редкий, конечно, но карасей много. Новость о том, что водоем заполнит 200 килограмм новой рыбы, обрадовала Алмаза Рахимова и остальных жителей сельского поселения. Посмотреть, как будут запускать воду новоселов, пришли даже воспитанники детского сада. В Менебаевском пруду поселился молодняк карпа, толстолобика и белого амура. Эта рыба травоядная и полезная, так как очищает воду. Несмотря на то, что рыба речная и адаптированная, за ней необходим регулярный уход. Мы ежегодно эту рыбу, которую запускали, сами подкармливаем, то есть подкармливаем зерном, пшеницей, хлебом подкармливаем. И в этом году тоже. Вот у нас активисты села, передо мной стоят они. Люди постоянно есть, присмотр, подкармливаем рыбу. Привезли эту рыбу из Арска в специальной емкости. Она делится на пять секций. В каждой примерно по 200 килограмм рыбы. При транспортировке вода должна быть холодной, а в секции с помощью баллона и специальной трубки должен поступать кислород. Перед запуском рабочие сооружают для рыб горку. Молодняку нет еще и года. И метать икру рыба сможет года через три. А пока ей нужно время для того, чтобы вырасти и набрать массу. Все заребляемые водоемы изначально были проверены экологами на соответствие требованиям. В этом году Минебаевский пруд был усилен камнем и глиной. Также новых жильцов сегодня обрели водоемы в Чупаево, Кульшарипово, Абдрахманово, а также городское озеро Альметьевска. А завтра последнюю тонну рыбу разведут еще по пяти сельским поселениям района. В России зарождается новая благотворительная традиция. Символ памяти и благодарности защитникам Отечества – цветок красной гвоздики – теперь стал знаком реальной помощи ветеранам, живущим среди нас. 1 мая стартовали продажи значка «Красная гвоздика» по всей России. Поддержать акцию можно простым и доступным каждому способом, купив значок в виде красной гвоздики стоимостью 50 рублей. Средства от продаж пойдут на оказание адресной помощи ветеранам боевых действий, которым необходимы реабилитация и поддержка. Главной датой кампании станет 22 июня. Надев значок «Красная гвоздика» в День памяти и скорби, каждый россиянин проявит свое неравнодушие к делу помощи ветеранам и расскажет о благотворительной традиции. И тогда эта важная инициатива станет по-настоящему всенародной. Приобрести значок можно в крупных торговых центрах Альметьевска. С начала года в Альметьевске произошло две аварии с участием велосипедистов. Автоинспекторы отмечают, что часто как начинающие велолюбители, так и велосипедисты со стажем нарушают правила дорожного движения, пересекают проезжую часть, как попало и где вздумается. Да и многим водителям в связи с бурным ростом велодвижения в Альметьевске следует освежить знания правил. Что предпринять, чтобы поездка оставила только приятные впечатления, расскажем в сюжете. Кристина неразлучна с велосипедом. На нем добирается в школу после занятий, едет домой, на тренировки или к друзьям. Правила пользования двухколесным транспортом она усвоила вполне. Следовать нужно по стрелкам, не напротив движения. Возникают аварийные ситуации, со мной это бывало. То, что еду и рядом со мной человек едет и машина выезжает. Через машину перелетали, бывали такие. То, что маленьким велосипедистам нужно в первую очередь как следует выучить правила, уверен и Ильнар Фатхеев. Ильнар на коне уже больше 15 лет. Иногда учить ребят приходится прямо на дороге, говорит он. Большинство детей просто едут по велодорожкам на всей скорости, не могут вовремя затормозить и все время почему-то смотрят назад либо по бокам. А тем надо смотреть вперед, куда ты едешь. То есть чаще замечал, что дети лет 12-13 катаются на велико надвоем и просто куда-то смотрят в сторону. А я еду на них, машу им, кричу, ребята, вперед смотри. Разделяют мнение опытных велолюбителей и дорожные инспекторы. Для велосипедистов, значит, существует глава 24 в ПДД Российской Федерации, которым я советую каждому велосипедисту перед выездом и перед тем, как стать участником дорожного движения, ознакомиться с данной главой. Сели за руль, помните, что спрос с вас теперь такой же, как и с водителя авто. Трогайтесь или поворачивайте, покажите это жестом остальным участникам движения. Пешеходов пропускаем, а если пересекаете проезжую часть, убедитесь, что вас пропускает автомобиль. Внимание, здесь действует одно из самых важных правил. Пересекать проезжую часть, двигаясь по велосипедной дорожке. Велосипедисту необходимо спешиться. Это в том случае, если на дорогу не нанесена специальная синяя разметка. Если она есть, проезжаем. Но все равно не лишне убедиться, что автомобилисты заметили вас и пропускают. Движемся только по специальной дорожке. Нет велодорожки, можно ехать по тротуару, обочине. Нет ни того, ни другого, разрешается передвигаться по краю проезжей части. Здесь главное правило не создавать помех другим участникам движения. Мешайте пешеходам, спешивайтесь и ведите велосипед рядом с собой. А вот пешеходам следует запомнить, что ходить по велосипедным дорожкам можно только в самых крайних случаях. Мама с коляской, значит, движется по пешеходной дорожке. При этом для нее какое-нибудь существует ограждение. Например, бордюр высотой уровня, выше уровня, значит, пешеходной дорожки. То в данном случае разрешается пересекать данный участок дороги по велодорожке. И самое главное, перед поездкой убедитесь, что велосипед технически исправен, руль и тормоза работают. Правила повторили, велосипед проверили, можно ехать. Елена Марданшина, Эльдар Гемаев, Эдуард Прокопьев, Альметьевск ТВ. И к новостям спорта. Альметьевские школьники вернулись с соревнований по спортивному ориентированию и радиопеленгации с наградами. В июне в республике прошли сразу два крупных события по этим видам спорта. Туриадо в Казани и первенство Татарстана в Волжске. Наша съемочная группа встретилась с призерами и участниками. Вот уже два года Ксения Шарабокова занимается спортивным ориентированием. Сегодня она уже входит в состав сборной России 2017. На ее счету немало республиканских и российских соревнований. Ксения считает, что это очень интересный и полезный вид спорта. Навыки, которые со временем приобретают спортсмены, помогают им и в повседневной жизни. Каждый раз в новой местности ты узнаешь новую местность, и это помогает тебе ориентироваться в самом городе. Недавно Ксения стала победителем первенства республики Татарстан в Волжске по спортивному ориентированию и заняла третье место по радиопеленгации. Никто не ожидал такого хорошего результата от 12-летней девочки. Помимо этого она взяла бронзовую медаль на соревнованиях в Казани, которые проходили в парке Крылья Советов. Нужно пробежать, собирая контрольные пункты, как можно быстрее. Леса были густые, было сложно находить контрольные пункты. А вот Эльмир Набиуллин в соревнованиях на первенство республики занял второе место по радиопеленгации. Участникам предстояло пройти шесть контрольных точек. Только в отличие от ориентирования, помимо компаса и карты, помощь спортсменам дается еще и радиоприемник. Занять призовое место Эльмиру помогли и уроки по предмету «Окружающий мир». Служится в том, что если приемник не работает, тебе придется искать только по карте. В ближайшем мире рассказывают подробности, как все обмечено на карте. Участником соревнований стал и Айдар Ягафаров. Призовое место школьнику не досталось, но он говорит, что постарается занять его на следующих соревнованиях. Спортивным ориентированием Айдар занимается год и знает, какими качествами нужно обладать спортсмену. Нужна хорошая подготовка, хороший слух на охоте на лис, физическая подготовка, нужно логически думать. Радиопеленгацию часто называют охотой на лис. Это поиск радиопередающего устройства, замаскированного на местности. С помощью специальных приемников и наушников необходимо найти установленные в призвольных местах радиопередатчики, которые называются лисами. Чтобы распознать сигнал, спортсмены должны знать азбуку Морзе и уметь ориентироваться на местности с помощью карты и компаса. А наши герои пока на каникулах. В новом учебном году их ждут новые соревнования и победы. Зарина Ахметова, Эльдар Гимаев, Альметьевск ТВ А теперь о погоде на 22 июня. В первой половине дня в Альметьевске будет идти небольшой дождь. Ожидается усиление ветра. После обеда будет малооблачно. Температура воздуха ночью составит 15 градусов, днем – 21. Атмосферное давление 740 мм ртутного столба. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь и передаю слово своей коллеге Зарине Ахметовой. В передаче «Альметьевск спортивный» она и ее герои расскажут о подготовке к марафонскому забегу. Субтитры подогнал «Симон»